Девушки отдыхают Кто виноват? Природоохранная прокуратура ищет тех, кто организовал на берегу обисвалку химических отходов, опасных для здоровья. Ориентировочно где-то в течение двух недель будет установлено, что это за вещество. В рамках рубрики «Народная новость» проблемы порой решаются еще до приезда нашей съемочной группы. Так случилось и сегодня. Перед вашим приездом пришел с работами. В первую очередь пошла горячая вода. О событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты. Я Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня глава администрации Барнаула Игорь Савинцев подал в отставку. Последние полтора месяца с того момента, как в отношении него возбудили уголовное дело, Савинцев своих обязанностей не исполнял. Сначала находясь в отпуске, затем на больничном. Теперь же городоначальник окончательно покинул свой пост. Как это было, расскажем в следующем материале. 11 августа главной темой свежего выпуска газеты «Вечерний Барнаул» официального печатного органа городских властей стал спортивный праздник. Об ожидаемых переменах в руководстве города в номере ни слова. Новость о подставке Игоря Савинцева оказалась неожиданной и для депутатов, которые по закону должны ее принять. Но внеочередное заседание их пригласили менее чем за сутки. Официальным поводом была необходимость срочно внести некие изменения в устав Барнаула и бюджет на следующий год. Еще один вопрос в повестке появился лишь в день сессии. Третьим вопросом рассматривалось заявление главы администрации города Игоря Савинцева о досрочном сложении полномочий главы администрации города по состоянию здоровья, требующего длительного периода реабилитации. На судьбоносное заседание городской думы журналистов не пустили. Мероприятие длилось не больше 20 минут. Единственные свидетели заявления Савинцева, депутаты и некоторые сотрудники администрации комментировать произошедшее отказывались. Лишь констатировали факт. Рассмотрели заявление главы города, главы администрации удовлетворили. Игорь Григорьевич сам находился в жаре? С чем? Единогласно удовлетворили? Да. В спешку в принятии отставки городоначальника эксперты объясняют его желанием покинуть пост самостоятельно, а не по решению суда. 12 августа должно было рассматриваться требование Краевого следственного комитета о временном отрешении сети-менеджера от должности. Теперь в этом необходимости нет. Арминистрация же Барнаула экстренную сессию Гурдумы мотивирует другими причинами и уточняет. Заявление Савинцев написал раньше, еще 3 августа. Учитывая, что настоящий профессионал понимает, что не может сейчас в полной мере эффективно осуществлять полномочия в администрации города, как-то вот требует должности, он и принял это непростое, но на его взгляд это все правильное решение. Сам сети-менеджер на публике не появился. Обращение Савинцева к барнаульцам, опубликованное на официальном сайте города, первый за последние полтора месяца контакт городоначальника с общественностью. И теперь в этой должности уже очевидно последний. Особенно важно сегодня сделать все возможное, чтобы подготовить городское хозяйство к отопительному сезону. Жилые дома, учреждения образования, социальные сферы, здания предприятий и организации должны вовремя получить тепло. А кроме того, в оставшееся теплое время необходимо максимально продвинуться в осуществлении многочисленных проектов на территории Барнаула. Состояние здоровья не позволяет мне сейчас в полной мере эффективно осуществлять управленческие функции. 28 августа городская дума должна будет объявить конкурс на замещение должности главы администрации. Пока же исполнять обязанности сити-менеджера будет руководитель аппарата Петр Фризин. Меж тем расследование уголовного дела, в котором Игорь Савинцев проходит обвиняемым, продолжается. Его подозревают в незаконной передаче городской земли членам своей семьи, что нанесло ущерб барнаульскому бюджету на 11 миллионов рублей. Но теперь фигурировать в деле будет уже бывший городоначальник. Василий Морозов, Павел Лауранин, информационный канал «Город». Новость об отставке городоначальника сегодня стала обсуждаемой и среди гаража. Поэтому мы решили спросить мнение жителей, что они могут вспомнить положительного или отрицательного за время работы администрации Барнаула под руководством Игоря Савинцева. У нас район очень проблемный. Мы обращались по мостику через Барнаулку. Сейчас его подмыло. Он висит на честном слове. Все обещают, все говорят. В городе очень все хорошо. За последнее время появилось много очень аллей, тротуаров. Город преобразился. Торговые центры начали строиться. Ну, в общем, ничего плохого не могу сказать про Игоря Савинцева. Особых-то ничего хорошего не было. Ну, ушел, ушел. Может, лучше кто-то придет. Ну, Ленинский красивый. Ну, кроме Ленинского еще и другие улицы есть. Очень трудно сказать, какие изменения произошли. Дороги потихоньку ремонтируют. Ну, как мы видим, везде у нас как были ямки, так и остались. Ну, а в остальном, как бы, у нас очень красивый город. Мы не местные. Мы с Новосибирска. Дороги. Вот идем по городу гуляем. Хороший, чистый город. А мэр ушел? Ну, ладно, пусть возвращается. Город красивый, ухоженный. Нету там каких-то явных каких-то мусора. Там, может быть, разброда, шатания какой-то преступности. У нас все тихо. Поэтому спасибо всем. Народных новостей в нашу редакцию поступает с каждым днем все больше. И некоторые сложные ситуации зачастую разрешаются еще до приезда нашей съемочной группы. Так случилось и сегодня, когда мы отправились в научный городок. У жителя одного единственного дома, 32А, больше двух месяцев не было горячей воды. Правда, по нашему звонку в администрацию Ленинского района водоснабжение оперативно восстановили. Подробнее Лариса Куренкова. Два месяца с небольшим мы пользовались подручными средствами. Грели воду на плите. Также и ребенка. Может, представляете, что сегодня перед вашим приездом пришел с работами. В первую очередь пошла горячая вода. В такие чудесные совпадения Сергей верит с трудом. Слишком уж долго им пришлось ждать воды. Месяц у них была опрессовка, перетерпели, как все барнаульцы. Но когда ожидание затянулось, стали обращаться во все инстанции. В администрацию обращались. Они говорят, там порванная на площади труба. Надо копать клумбу, перекапывать. Я этого сейчас не буду делать. Ну и так далее, всякие отговорки. Но конкретно ничего никто не сказал. Вот вы позвонили, что вы приезжаете. Утром, вчера вы позвонили. Сегодня утром они все сюда собрались. И старые, и новые. Мы включили воду и ушли. Здесь показания властей и управляющей компанией расходятся. Первые утверждают, что новая компания «Старый город», определенная дому по конкурсу, все это время заключала договор с поставщиком ресурсов. Поэтому воды и не было. Собственно, в самой УК говорят, что дело в неисправном бойлере. Как его за ночь привели в рабочее состояние, мы так и не услышали. На данный момент управляющая компания «Старый Барнаул» решает вопрос по его ремонту. Потому что замена этого бойлера – это очень дорогое удовольствие. Там порядка 70 тысяч рублей. На данный момент все документы подготовлены, оформлены, водоснабжение восстановлено. Аварийных ситуаций не выявлено на этом участке. Почему на это потребовалось полтора месяца – вопрос открытый. Но вода кое-как появилась, чему в научном городке Рады. Однако, пользуясь случаем, жители обнажили и ряд других проблем в доме. Больше всего их беспокоит прохудившаяся кровля. Этой неприятности не один год. Ситуация обостряется каждый раз, когда идет ливень. Мы начинаем здесь закрывать все клеенками. Пол весь в клеенках, потому что протекала жена вниз туда. И на первом оеве, и в кухне. Вот пойдемте, посмотрите. Там вообще дорожки плавали. На днях заверили нас и в районной администрации. В управляющей компании с жителями дома 32А в научном городке проведут общее собрание. Будет определен круг вопросов, который необходимо решать. В том числе и по задолженности дома за коммуналку. Договорятся ли о сотрудничестве? Возможно, в будущем это станет нашей очередной народной новостью. И хотелось бы, чтобы она была позитивной. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Напомним, что победителем нашей акции «Народная новость» в июле стала Юлия Лошко. Именно она обратилась в редакцию с проблемой несанкционированной торговли спиртным и сигаретами в киоске, стоящем на придомовой территории. Проблему, благодаря нашему сюжету, по словам Юлии, удалось решить. И сегодня наша победительница получила заслуженную награду. Я вас поздравляю. Вручаю вам два подарочных билета в музей занимательных наук. Как так? Я смотрю, вам не терпится. Акция «Народная новость» продолжается. Вы можете звонить нам по телефону 693-403 и предлагать свои и не только проблемные сюжеты. В начале сентября мы определим победителя нашей акции в августе. А лидер июля сегодня не могла сдержать своих положительных эмоций. Я не ожидала, на самом деле, я даже не знала, что у вас проводится конкурс. Это у нас была просто настолько болезненная тема. Именно к вам я обратилась за тем, чтобы вы помогли. Подарок настолько желаемый для меня. Я об этом мечтала полгода. Мечтала полгода сводить ребенка именно в этот музей. Гостем Татьяны Голубевой в эту субботу будет ректор Алтайской государственной академии культуры и искусств Галина Буевич. Задать вопрос ей может теперь каждый из вас. Звоните нам по телефону 658-648 с 10 до 17 часов в среду и четверг, а также до 11 часов в пятницу. Вопросы, принимаемые на адрес нашей электронной почты citynews.sobaka.alt.ru Самые лучшие и интересные два вопроса мы зададим гостю в рамках нашей субботней программы. Ждем ваших звонков, а пока продолжим. Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура ищет тех, кто выбросил на берег обе бочки с химикатами. Напомним, несанкционированная свалка в Барнауле в районе бывшего комбината химволокна появилась на прошлой неделе. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в обзоре. Практически сразу в зону происшествия выехали представители МЧС, Росприроднадзора, природоохранная прокуратура, администрации Барнаула и Роспотребнадзора. Были взяты пробы воздуха и земли на содержание вредных веществ. В результате проверки обнаружено, что в атмосфере содержание допустимого формальдегида превышено в 22 раза, а мяка в 11 раз. Это значит, что находиться на месте свалки небезопасно, утверждают специалисты. Можно получить серьезное отравление. В данный момент территория несанкционированной свалки обнесена лентой. Организовано дежурство сотрудников полиции. Расследование по данному факту продолжается. Ориентировочно где-то в течение двух недель будет установлено, что это за вещество и, соответственно, будут приняты меры к его утилизации. Кроме этого, при обследовании данного места было установлено, что берег Аби загрязнен отходами промышленного производства. В связи с чем прокуратурой на сегодняшний день в адрес администрации города Барнаула внесено представление об устранении нарушений законодательства. Расскажите о своем любимом докторе и получите приз. До 14 сентября любой житель Алтайского края может написать письмо, а ребенок нарисовать рисунок о том, кто вылечил его или поддержал советом в трудную минуту. Ваши письма нужно отправлять по адресу, который сейчас на ваших экранах. В заявке должны быть указаны фамилия, имя и отчество доктора, место его работы, специализация, занимаемая должность. Акция-конкурс «Мой любимый доктор» в нашем крае проводится 7 лет. В разное время победителями становились заведующие хирургическим отделением Краевой детской больницы Юрий Тен, хирург-гинеколог-онкологического диспансера Людмила Пчелинцева и многие другие. Награждение победителей, врачей, а также авторов самых интересных работ пройдет в октябре в рамках проведения Дней здоровья и медицины на Алтае. Россельхознадзор ужесточил правила ввоза цветов из стран Евросоюза. С 10 августа на прилавке цветочных магазинов они могут попасть теперь только после лабораторной экспертизы и тщательной проверки документов. Это решение вынужденное, говорят в ведомстве, связано с тем, что ввозимые импортные цветы чаще всего были заражены вредителями. В Алтайский край цветы поступают из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Прямых поставок из Голландии и других стран ЕС у нас нет. Тем не менее, два раза в год, не чаще, специалисты регионального управления находили в импортных партиях вредителей. Небольшие партии, от тысячи до двух тысяч штук срезов цветов, вот именно, то есть это на две коробочки. В основном это все случаи у нас были, это срез цветов хоризонтемы. Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, город. Мы продолжаем знакомить вас с историей улиц нашего города. Сегодня Илья Кочетков прогулялся по Барнаульскому проспекту, свидетелю одного из крупнейших промышленных взлетов в истории города. Вот говорят, иностранцы нас не понимают. Ну, неудивительно, представляете, приводим мы вот сюда иностранцы и говорим ему, «Эй, мэн, хочешь посмотреть на настоящий русский проспект?» Представляете, как он удивится. А между тем, мы не соврем. Мы сейчас находимся посреди самого настоящего городского проспекта. Проспекта космонавтов. В истории Барнаула можно выделить четыре индустриальных волны. Первая связана с серебряным медным производством. Вторая – с постройкой меланжевого комбината. Третья – с военными годами, когда сюда были эвакуированы многие заводы. Тогда был застроен нынешний проспект Калинина. По одну сторону выстроились цеха, по другую – бараки для рабочих. И один из них еще сохранился на улице Карагандинской, напротив проходной котельного. Сергей Ужакин, краевед, писатель, привел нас сюда, чтобы показать, что тогда считалось достойным рабочим жильем. Система устройства простая. Система коридорная, как у Усоцкого. Один коридор, налево-направо, двери – отдельные комнаты. Комната – отдельная семья. К чему это мы, а вот к чему. Едва закончилась война, страна ринулась налаживать промышленность, теперь мирную. Для Барнаула это и была четвертая волна индустриализации. Новая аллея заводов вытянулась вдоль тогдашнего восьмого заводского проезда. Этот будущий проспект буквально вырос из Калинина, будто передавая эстафету от военного времени мирному. Стали развивать индустриальные гиганты принципиально нового свойства. И первыми здесь были заводы химического производства. Это вот завод химического волокна. И на дальней окраине был построен завод резино-азбестовый. А между ними встали гиганты, такие как комбинат хлопчатобумажный и комбайно-сборочный комбинат, который в последующий стал заводом моторным. Проспектом космонавтов проезд стал в 1963 году. До наступления космической эры улицы потока назывались в честь героев революции. Эмилии Алексеевой тому пример. Но в 60-х их затмели герои новой научно-технической революции. Вот этот подъем, вот эта революция, которая была совершена, она была совершена при помощи тружеников, в том числе и жителей города Барнула. Произошел переворот сознаний, и две улицы были отданы просто уже под космическую эру. Седьмой заводской проезд был назван проспектом Германа Степана Четитова, а восьмой или девятый проезд заводской был назван проспектом космонавтов. Именно тогда заводское и жилое пространство разделили вот этой парковой зоной, этаким зеленым буфером. Аллея быстро стала популярной среди заводчан и жителей потока. Сложно себе представить, но когда-то эта аллея была буквально полна жизни. Вот здесь даже видно еще карман, где стояла лавочка. В 70-е годы золотое время этой настоящей парковой зоны. Длина лыжных линий здесь достигала 5 километров. Здесь проводились соревнования, праздники. Это большое пространство, такое удобное в лучшие времена, в 90-е, сыграло дурную роль. Оставшись без присмотра, парк превратился в практически дикий лес, который до сих пор пользуется не самой хорошей репутацией. Тем же временем индустриальная волна тоже пошла на обуви. На месте заводов стали появляться торговые центры, магазины, офисы. Мы спросили местных жителей, тех, кто помнит проспект разным, довольны ли они изменениями. Раньше благоустраивали заводы, относились территорию к заводам. А на данный момент никто за этим не следит. Магазинов сильно много появилось. То есть, ненужных, можно сказать, да, то есть, производства не хватает, как бы, мощности. А вот магазинов действительно много. Половина магазинов, ну и я вот не был даже. Впрочем, от советского времени остались еще, что называется, брызги шампанского. В какой-то момент мы с Сергеем Федоровичем решили по старой памяти найти полукруглый сквер с доской почета. И, представьте, нашли его далеко не сразу. Настолько все заросло. Вот, кстати, говорят, Атлантида, Атлантида, где она, где ее следы? Вот тут сколько прошло? Лет, меньше 20 лет, а уже едва можно найти. И то не поймешь сразу, если не знаешь, что это такое. Ежедневно около 5-7 тысяч человек проходили мимо вот этого места. Это было ритуальное место такого советского периода, доска почета. Среди естественного образ Ленина и лучшие работники завода. Что ж, можно грустить, можно радоваться тому, что на смену заводам постепенно приходят торговые ряды для кого-то, и это плюс. Но, позволю себе заметить, почему-то вот так в Барнауле было всегда. В свое время на смену сереброплавильному производству пришло купечество, а за ним новый производственный подъем. Придет ли в Барнаул новая промышленная волна? Что ж, время покажет. А на этом мы сегодня заканчиваем наше путешествие, а в следующий раз прогуляемся с вами по проспекту Комсомольскому. Илья Кчетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Помогите придумать имя. Барнаульский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для двух котят-пумы. Где можно оставлять предложение и когда у малышей появятся имена. Об этом и не только. Прямо сейчас. 15 июля в Барнаульском зоопарке случилось пополнение. Двух детенышей принесла канадская пума. Это плоды любви самца по кличке Рони и его супруги Кнопки. Малыши несколько недель совсем не отходили от мамы и только недавно стали совершать первые прогулки. На днях юных обитателей зоопарка осмотрел ветеринар. Однако до сих пор точно неизвестно, кто из них мальчик, кто девочка. Но имена для них уже пора выбирать. Посетители могут оставлять свои предложения, опустив записку в специальный ящик рядом с вольером пумы. Не забывайте указывать свои контактные данные. Объявляем конкурс и итоги его подведем в рамках празднования Дня города. Мы не случайно просим оставить свои координаты для того, чтобы пригласить победителя и вручить ему наш подарок от Барнаульского зоопарка. Сотрудники Краевой библиотеки имени Шишкова приглашают поиграть в литературный квест. До 28 сентября от всех желающих ждут заявки на участие. Видеоролики в формате виртуальных экскурсий по Чуйскому тракту или одному из населенных пунктов, входящих в его маршрут. Видео не должно превышать 10 минут. Пока ни одной работы не поступило, а ведь задание не из легких. По-хорошему необходима съемка на местности, но это затратно и по времени, и по финансам. Организаторы готовы принимать архивные материалы и фотокадры. Заучный тур квест игры завершится 28 сентября. У нас два конкурсных задания. Первое это конкурс капитанов, где они ответят на вопросы по тексту игры, по биографии писателя и по кровеческой информации, которая именно связана с Чуйским трактом. И второй конкурс это театрализованное представление по одному из отрывков из произведения. Театральная жизнь краевой столицы зашевелилась у актеров. Закончились летние каникулы. Буквально накануне вышли на работу артисты театра музыкальной комедии. Пока нет репетиции на сцене, идет подготовительный этап. Знакомство с новым материалом, распределение музыкальных партий и заучивание текста. Уже 30 августа здесь состоится премьера детского спектакля про олененка Бэмби. Главную роль будет исполнять Михаил Лямин. Любопытно, но для того, чтобы найти образ своего героя, актер намерен поехать в Барнаульский зоопарк и понаблюдать за поведением оленей. Мы планируем стать свидетелями происходящего. В драматургии этой пьесы есть очень много таких добрых советов, правильных о том, как нужно себя вести в обществе, о том, как нужно вообще проходить по этой жизни, как идет олененок Бэмби, превращается действительно в принца леса. 30 августа сказкой Бэмби театр неофициально откроет новый сезон, а 30 октября комедии в двух действиях Труфальдина и Сбергама старт будет дан официально. Театр музыкальной комедии откроет 56-й по счету творческий сезон. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Я помню, что мэр города Владимир Николаевич Баварин считал дурным тоном, если кто-то из чиновников не смотрит вашу передачу и оперативно не реагирует. Будете интересны, мы будем вас с удовольствием смотреть и видеть практический результат от того, что вы критикуете, делаете наш город прекрасным, показываете и хорошие сюжеты, но и критические. Поэтому вам долгих лет жизни. И о погоде. В среду в Барнауле возможны дождь и гроза, ветер юго-западный умеренный, ночью от 12 до 14, днем от 22 до 24 выше нуля. Это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин